Вот это вы, а это воспитывающие вас авторитеты. Пока вы не возьмёте руководство над этими авторитетами, и не начнёте их воспитывать, они не станут на вашу сторону. Вот это и называется сопротивление. Этих людей через свою призму восприятия вы видите во мне. Всегда. Это то, с чем вам нужно научиться работать, изменив навыки, получить новую систему. Когда вы меняетесь, люди перестают вас воспитывать. Всегда. Понимаете, о чём разговор это? Потому что роль, она играет до конца ещё раз. Когда я выхожу и захожу, это видение, восприятие физическими глазами. У человека сбой, потому что он уже всё решил. Как он будет делать, что он будет делать, что он будет говорить. Я говорю, минуту я сейчас вот можно. Это я искренне. Конечно. Для того, чтобы вы захотели что-то в этом мире творить, вам нужно сначала победить себя. Как только себя победили, и вот эти товарищи, которых вы нашли, вы их оттренировали. Почему профессиональная роль, она нарабатывается из уровня общения. У вас не должно быть эмоций. Вы когда с человеком разговариваете, вы просто понимаете, зачем, почему, и что вы, собственно говоря, сейчас делаете. Давить нельзя, но и позволять нельзя. Вот это уравновешенная система. И всегда говорить с конца, вы что хотите, чем я могу помочь, по какой вы причине сюда пришли, чтобы прояснить человеком и застолбить его. Потому что он завтра с утра придёт и опять скажет, да, мы вчера об этом говорили. Я говорю, конечно. Сейчас я вам покажу. И пока вы все их не приучите, но в первую очередь нужно приучить себя. Когда вы понимаете, вот файловая система, вот эти товарищи, это, знаете, такие ящички. Нужна там такая стервозная тётка, которую, ну, хотел бы видеть там кто-то, да? Значит, прям вот этот ящик достаем, так тёточка, так, оп. Ой, простите, пожалуйста. Пожалуйста, раз, опять убрали. Кого там ещё надо? Хорошего, классного консультанта? Сейчас вытащим, давайте поговорим. Это достаточное количество ролей, которые дают вам возможность. При определённой тренировке вы себя не жалеете, а тренируете. Может, 10 раз не получится, но на 11-й получится. Это как на коньках кататься, как английский язык учить. Вы должны понимать, для чего вам это нужно. Так вот, натренированные роли нужны для того, чтобы за меньшее количество времени решить большее количество задач. Больше не для чего. Жить, общаться с женщиной и мужчиной – это отдельная категория. И иногда нужно выходить, так вот всё с него искать, а сегодня весь мир подождёт. Это как фотография, вспоминайте, я уже говорила. Чёрная и цветная. Вот чёрная – это то, что мы в этой жизни должны разрулить, научиться, познать, сделать, реализовать. И это рутинная, ежедневная работа. Цветная фотография – это свой приз, который вы сами себе назначаете. И это будет только ваш, больше ничей. Почему желание нельзя озвучивать? Можно объединять усилия. Собираться вместе куда-то ездить. Договариваться о том, что мы вот это точно делать больше не будем. И если кто-то делает, вот у меня было такое, у меня тетрадочка, говорю, так, минуту. Помнится мне, кто подписался. Ну, хорошо. И пока раз пять не покажешь. Потому что вот эти роли требуют отыграться. Они требуют. Потому что очень просто наше восприятие под углом определённым увидело плюсы мамы жизни. Или плюсы отцовской жизни. Плюсы ещё там чего-то. Ну, так вы посмотрите на сейчас. Почему этот мир всегда показывает нам, если вы собираетесь вот так жить, то это вот этот конечный результат. Вы готовы на него? Тогда можете тратить 20 лет жизни. Если я не готова на такое, я говорю, спасибо, я всё сделаю. Но только чтоб не так. Вопрос, почему, включает в каждом из нас обоснование, начинает работать мышление, мы выходим из автоматики, из взвешивания, из внутреннего, внешнего, от сомнений, сопротивлений, неприятностей и обдумываний, придумывания самого ужасного или самого такого иллюзорного, красивого. И даже не хотим для себя объяснить, каким способом это всё должно произойти. Стата наступлений и событий, которые вам нужны, мы их не замечаем. Никогда. Потому что у нас всё время чужие плоскости. Нам всё время кто-то что-то рассказывает. Или это работа, нужно подчиняться. Или это магазин очень хочется. Или это друзья-товарищи, которые говорят, нет, там лучше, а там хуже. Всё на противовесе. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова